Девушки отдыхают Евгений Сатановский, российский востоковед, экономист, президент Независимого научного центра Институт Ближнего Востока, крупнейший эксперт в области политики Израиля, стран Ближнего и Среднего Востока. И возникает вопрос, сколько уже можно? Сколько можно уже брать этот Крым обратно? Его уже брали при Потемкине, и он опять... Потом его забирали обратно у немцев, которые там долго сидели. Всех евреев перебили, кого только смогли. Теперь получается такое ощущение, что у новой Антанты его просто вырвали из-под носа, и это всех так страшно обидело. Сегодня такое впечатление, что крики «верните Крым обратно» заменили полностью разум, мозги. И, в принципе, тоже понятно, наверное. Я даже думаю, что Крым обратно в Украину можно вернуть, когда ГДР и там Восточный Берлин, Западный Берлин вернутся обратно. Если нерушимость границ, то по Хельсинки. Верните мне Советский Союз, Югославию, ГДР со всеми. Ну, давайте тогда и Крым будет частью Украины. Как раз была одна страна. Естественно, в качестве шутки. Шутка плохая. Потому что санкции. Потому что на Украине гражданская война. На самом деле, по-моему, это тяжелая гражданская война. И Киев бомбит. Это украинские города, не выполняя никакие соглашения. Минские, не Минские. И, по-моему, и не будет их выполнять. И у меня такое ощущение, что это может перерасти в большую европейскую драку. Просто в большую европейскую кризис. Причем не с вопросом, там, беженцы пойдут и вам мало не покажут. Ладно, беженцы пойдут. А что, если Украина начнет разваливаться всерьез с ее Закарпатием, которая частично румынская, частично, ну, Чехословакии нет, так оно словацкое. С ее бывшими польскими провинциями, с кусками, которые были Румынией, с общинами, которым выдаются с бешеной скоростью европейские паспорта. Те же греки, болгары, у которых нет территориального единства. Чего вообще тогда пойдет, если небольшая европейская мясорубка? Украина же это может. Что происходит? И чего ждет от этого безобразия? Заниматься, пытаться как-то вообще понять новую украинскую историю, которую пишут или молюют. Но Украине, даже унижение для интеллигенции, вообще как-то к этому относиться? Полная чушь и билиберда. История Малороссии. Это название Украины. Украина-то польское название. Русское название – это Малороссия. Их другого не было. Пока его, пока поляки и, вернее, Австро-Венгры не ввели. Австро-Венгерская разведка не ввела его в употребление, создавая украинское национальное движение. Малороссия. Так она и называлась. Все коды. Какова история и как? Бредни новых киевских идеологов не имеют к этой истории Малороссии никакого отношения. Абсолютно. Даже по названию. Так что бесполезно. Это трата времени. Может быть, это случай для психиатра. Может, это случай для сочинителей, научно-фантастических романов. Может быть. Но серьезного отношения не требует. Разговоры о том, что Крым вернется. Когда-нибудь отделят от России. Я знаю только один вариант, при каком Крым может отойти от России. Когда Аляска вернется в Россию. Аляска вернется в Россию. После этого будут решать вопрос, отойдет ли Крым от России или нет. Я бы взял еще Калифорнию. Там тоже были какие-то лишние теплые места. Не надо. Калифорнию русские сами оставили. Аб-Аляску продали. А Крым подарили. Принципиальной разницы нет. Но пока вопрос об Аляске не стоит. Вопрос с Крымом на той же самой истории. В отношении всей этой трепотней насчет Галиции и прочее. Особенно нравится, когда литовцы об этом говорят. Верните вашу столицу в Польшу-то. Ну... Вильнюс. Ну, тут прям. Чего же вы пользуетесь результатами преступного договора до сих пор? Исправьте его. Восстановите справедливость. Отдайте Вильнюю матери Польши. Еще унию вспомни. Я Гайлландскую. А Львов надо вернуть. Я уже не знаю, кому. То ли Польша, то ли Австрия. Лейнберг. То ли Австрия. Я думаю, жители Львова согласятся на Австрию. Мне кажется, да. Да. Они больше хотят австрийского, чем польского. При всей любви к полякам. Даже поляки Львовы согласятся быть австрийцами. Заново. Но это все не серьезно. То, что я сказал, что Украина может перерасти в Европейскую войну, не может. Почему не может? Что, слава богу? Не может. Почему? А Европе-то наплевать на Украину. Кто в Европе согласится за Украину, вот эту майдановскую, любую, воевать? Кому она нужна? Вопрос не может ли на Украине взаимная любовь различных краев, областей и кусочков перерасти в ситуацию, которая перехлестнет границы, пусть даже на незначительном расстоянии. Кому нужно? А поляки будут завоевать за Львов? Нет. Венгрия за Ушгора? Или Словакия? Румын вообще-то ни к чему. Румыны... Дай бог им Румынию сохранить, чтобы Венгрия не вернула к себе венгерские земли, которые румыне получили в свое время, за то, что присоединились к Антанте. Ну, там еще есть проблема Молдавии, у Румын. В Молдавии проблемы нет. Есть проблема в Румынии. А в Молдавии какая проблема? В таком темпе в Молдавии скоро Молдаван не останется. Больше трети Молдавии, даже больше Молдаван. Где они? Где угодно, но не в Молдавии. И вот почему? Не в Румынии. А что же им там делают-то? Ну, правильно. Не в Румынии уж Молдаване. Я понимаю, если бы Молдаване, которые считают себя частью румынского народа, ехали в Румынию жить и работать. Не, они не в Румынию ели. Они в России. Больше всего в России. Так же, как украинцы. Ну, кроме тех, которые сбежали с нацистами. Тех больше в Канаде и в Америке. Но проблема Украины, в том аспекте, о котором мы говорим, это не проблема, что будет с Украиной. А будет с ней, что будет. Тем путем, которым она идет. То есть если Украина 23 года загнивала медленно, сейчас она загнивает быстрее. И рушится быстрее. И разворовывается быстрее. Хотя, казалось бы, уже все разворовали. Нет, еще кое-что. Но, видимо, еще передел идет. И, ну, идет воровство. Воруют у того, у кого... Кто раньше наворовал. Ну, хорошо. Но Украину грабят. И продолжают грабить по черному. Украина, вообще-то, интересовала всех и всегда только с одной точки зрения. Есть, посмотрите, с исторической. Насколько Украину можно использовать против России для ослабления России. Все, кто занимались Украиной, говорили об Украине, писали. Поляки, немцы, австрийцы, англичане, канадцы, бедежинские. Кто угодно. С одной точки зрения. Как использовать Украину против России? И можно ли использовать? И каким порядком? И каким этапом? Вот и все. Ну, так и пользуют Украину против России. Который раз уже. Пытаются. Ну, основная проблема – это противостояние на территории Украины между Соединенными Штатами и Россией. По большому счету, в этом противостоянии силы неравны. Во-первых, Америка далеко. Во-вторых, для Америки это не вопрос принципиальный. Ну, попробовали. Попробовали же в Грузии. Вроде получилось черти что. Не получилось. Ну, черт с ней с Грузией. Не получилось, не получилось. Попробуем с Украиной. Ну, попробуем. Для России отдать Украину под американца – это одна из самых больших гроз безопасности. Я скажу, это смертельная опасность, но недалеко. Поэтому Россия этого допустить не может. Американцы могут. Украина нужна. Американцам нет для благополучия Украины. Хас, не дай бог. Это их никого к ней не решит. А для благополучия Америки. Но американцам сейчас много проблем. Вот Сирия сейчас проблема. Европа проблема. Китай проблема. А что может заставить Северную? Никарагуа проблема. Все, что угодно. Что может заставить Америку хотя бы посмотреть на Украину реальными глазами, реалистично вести политику? Америка никогда никого на нас смотрела реальными глазами. Она всегда смотрела и будет смотреть через призму американский интерес. Когда американцы поймут, а у них расчет простой, убытки от Украины больше, чем реальная прибыль, а реальной прибыли не будет, когда они полностью поймут, что это убыточное предприятие, и экономически, и политически, придется им искать выход, как уйти с Украины. Так же, как они ушли со всех мест. Всегда. Ну, значит, все такого рода предприятия, это убыточный бизнес. Нет, ну, они думают, что нет. Они были уверены, что нет. То, что произошло на Украине, я могу посмотреть с двух аспектов. Европа не понимала, что она делает с Украиной, и не понимала, каким результатом это может привести, и не знала и не понимала, что такое Украина. Тоже, как Европа не понимала, что такое Ливия, что такое Ирак, что такое. Сирия, что такое Египет. И Соединенные Штаты не понимали. И тоже не понимали. Вообще, политика Соединенных Штатов во многих аспектах напоминает политику Советского Союза. Да. Основа этой идеологии. То есть в Советском Союзе была привычка. Часто очень. Объявляли друзьями, союзниками, впихивая бешеные деньги и помощь новым социалистическим государством в Африке или в Азии. Страны социалиентации. Они наши классовые союзники. Они социализм строили. Какой социализм? Когда ухаживали за Насером, за ним ухаживали не из-за заботы о египетском народе, а потому что Насером рассчитывали, как он передовой форпост для борьбы против империализма. Французского, английского и американского. И тогда Советский Союз закрывал глаза на то, что вешали коммунистов. Да и прошлого Насера было, мягко говоря, как, впрочем, и соадат. Насер к коммунистами обращался так же, как с мусульманскими братьями. Ну да. Иногда на той же весельце вешали. Сначала того, потом другого. И преследовали коммунистов в других странах. В Ираке преследовали коммунистов. Тоже вешали. Советский Союз объявлял их братскими странами. И думали, и рассчитывали. Ну, это временное явление. Главное, что они наши. Мы на это закрываем глаза. То же самое Соединенные Штаты и Европа. Ну, хорошо, есть там пронацистские элементы. Есть реваншистские элементы. Есть восхваление пронацистской истории бывших вояк и героев, союзников Гитлера, членов СССР. И в Латвии, и в Эстонии. Да, но... Нет, главное, главное, что они против России. Ну, да. Вот когда в Грузии устанавливают. Саакашвили, он же наш. Ну, да, правда, разгоняет демонстрации применения магнистрельного оружия. Закрывает телевидение. Пытки в тюрьме, которые по всему миру идут. Кроме западных телекомпаний, нельзя же показывать такое дело. Вот. Ну, он наш. Почему он против России? За это все прощает. Как Советский Союз. Они против империализма. Они называют себя социалистами. Значит, они хорошие. Вот назвали себя... Ну, позвольте не слушать. Назвали себя майдановские бандиты. Демократами. И все. И вот мы на них смотрим, как демократов. А это, ну, понимаете, так же, как коммунисты обвешали для Советского Союза. Ну, Советский Союз плохо кончил. Потому что эта политика отражала непонимание ни самих себя, ни мира. То же самое происходит и с Соединенными Штатами. Они не понимают. И вляпались на Украину в ситуацию, которую они не предвидели. Не рассчитывали. Не думали, что до этого дойдет. Ни европейцы, которые вообще ничего не думали. Ни американцы. И поэтому Украина сегодня в непредвиденной, неконтролируемой с них, с их стороны, ситуации, в которой они пытаются оттянуть принятие каких-то решений, исходя из того, что как бы чего хуже не произошло. Слушай, экономика рушится. Кормить Украину никто не будет. Кормить сама себя она явно не сможет. Бредник, который слышишь о том, как она будет жить. Не думают о том, что будет с Украиной через год, так же, как не думали о том, что будет через год, когда совершалось и совершалось это безобразие на Майдане. Не думали о них. Ну и сейчас не думают. Что, они год назад не умели думать, а сейчас за год они научились? Нет. И верят они в свои прогнозы. И смотрят то, что они совершенно противоположны развитию событий. Все их прогнозы разбиваются в дребезги, а они продолжают утверждать. Украинская экономика поднимется. Ну хорошо, ладно. Дело не в этом. Нынешнее поколение будет жить при коммунизме, говорил когда-то выходец с Украины Никита Сергеевич Хрущев. Не обращай внимания на что-то. Так же, как советское руководство в 80-е годы. Там уже видно было, куда вы эту страну ведете. Ну куда вы ее ведете? Не, не вспомнил. А вось пролетит. Не пролетит. Пролетела мимо вас. Мимо народа. Другая сторона Украины. Это российская. Оказывается, Россия тоже не повела Украину. Для России это тоже было международно. Ищу бы. Россия не была готова к такому рассуждению. Ни интеллектуально, ни практически. Не рассчитала. А это уже безответственность. То есть если американцы не очень знали и понимали, что происходит на Украине, ну хорошо. А вот чтобы в Москве не знали, не понимали, что происходит. И к чему может привести развитие событий. И не были готовы к этому. Это уже другое. Потому что если для американцев, ну подумаешь, Украина. Для России это вопрос государственной мысли и безопасности. Американцы так к Мексике не относятся. Потому что Мексика рядом. А вот Россия отнеслась. К Украине так же, как американцы. Все хорошо. Мы теперь часть Запада из-за этого. Идеи, мысли о том, что все интегрировано. Я не говорю, неважно что. Так к вопросам безопасности государства не относятся. Даже в условиях самого прочного мира. Не может государство так безответственно относиться к непониманию того, что происходит в соседних странах. Не имеет права. Тем более, когда речь шла об Украине. Это не Эстония. Это не Эстония. Да, конечно. Но сделать история же не знает со слагательного наклонения. Не Эстония, я говорю. Это не Эстония. Украина не Эстония. У меня такое ощущение, что отставки Януковича, даже не Майдана, а того, что Янукович себя так поведет, никто не ожидал. Нет такого понятия в государственной политике не ожидал. Не может быть в государственной политике не ожидал. В государственной политике может быть. Развитие событий может быть таким или таким и таким способом. И на каждой из этих путей развития мы готовим соответствующую политику. А вот если политику не ожидал, кто-то отвечает за ожидания, выкидывают его. Я не хочу говорить, чтобы делали при Сталине, но выкидывают. Потому что тот, кто не ожидал, пусть не занимается такими вопросами. Это его обязанность ожидать. Ой, найти по цепочке, кто же здесь виноват. И что самое главное, что делать, не удастся никому. Я не ищу по российской привычке, кто виноват. Я говорю, в чем проблема? А без определения того, кто пропустил, никогда не будет. Это не правая проблема. Это проблему все российские власти решают. Кто виноват. Но то, что Россия не поняла, что происходит на Украине, и не была готова к такому развитию событий, это уже проблема России. Как она ее будет решать? Будет она делать выводы? Не будет. От этого зависят и другие вопросы. Все произошло с Украиной, как по старой русской поговорке. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром грянул, но в России начали понимать, что гроза идет. Поняли. И пытаются как-то решить проблему, чтобы безопасность России, как государство, из-за того, что происходит на Украине, не уменьшилась. Крым – это один из этих вариантов. И проблема Украины для России прежде всего военная. Проблема продвижения и усиления американцев на восток приближается к границам России. У меня ощущение, что бесконечные заклинания на тему минских договоренностей, которые каждый раз все равно качаются с санкциями относительно России, новые с санкциями относительно России, это такая ритуальная вещь, не имеющая никакого отношения к чему-то, что может быть реализована. Стратегия России, которая была принята в отношении Украины, насколько я ее понимаю. Во-первых, всю проблему Украины как государство экономическое возложить на Европу и Соединенные Штаты. Это России удалось. И теперь Украина превратилась не в балласт для Европы и Соединенных Штатов, а в черную дыру, в которую надо вкладывать деньги. Бесполезно. Ну, надо. Ты думаешь, они понимают, что бесполезно? Нет, не понимают. Особенно американцы. Они не понимают, что это бесполезно. Когда они поймут, тогда эта комедия с Украиной или трагедия с Украиной кончится. И на каких размерах потерь поймут? Сколько надо потерять? Не понимают. Я понимаю, для американцев это мелкие деньги. И потом не они же платят. Европу платят. Американские расходы на Украину минимальные. То есть России удалось перебросить. Минские соглашения, их самое глубокое мысль, после того, как я пытался их понять, создать процессы на Украине, которые приведут к изменениям и власти, и ситуации на Украине. И этому служат Минские соглашения. Что не менее важно. Это выборы, которые должны пройти в Донецкой и Луганской области. Значение это выбора в том, что выборы-то являются частью Минских соглашений, под которыми стоит подпись. Ну, ох, как по-разному трактуемых. Нет, выборы, это выборы. То есть выборы, тем самым, после выборов, власти у Донбасса, с точки зрения Европы, согласно Минским соглашениям, является легитимной властью. А если нет, тебе скажут, ну, выборы же прошли не под контролем законной власти в Киеве, значит, они нелегитимны. Да-да. Законная власть в Киеве может прийти и проверять выборы, послать своих представителей. Кто-то ей запрещает. И тем самым и законная власть Киевская вынуждена будет признать выборы. То есть сам выполнение Минских соглашений в отношении выборов дает легитимацию международную властям Луганска и Донецка. Поэтому главное провести выборы. И тогда уже никто не имеет права, Рашинк их не признает. Он Европу признает. Ты уверен? Тогда она должна отказаться от Минских соглашений. Подожди, она отказалась только что от соглашения, подтвержденного Британией, Францией, Польшей, по которой Янукович оставался президентом и легитимно, спокойно, уходил, мягко. Она сделала это только что. Правильно, правильно. Они не отказались. Они сказали, что... Ну, откажутся. Мы их не можем выполнить. Нет, откажутся. Если Минские соглашения выполнение их будет нарушено, какой бы страной ни было, киевской, немецкой... Ну, европейской. Европейской. Если они откажутся от Минских соглашений... Они скажут, а они не выполнят. Если они не откажутся... Хорошо, значит, их нет. Тогда... А что есть? Военные действия. Ага. При этом все равно виноваты будем мы. Это не важно, кто виноват. С точки зрения. Это не важно. Верить, я боюсь, уже никто не верит. Вопрос не в том, кого объявят виноват. Вопрос, кто победит. Это точно. Большие батальоны, как говорил Наполеон. И нарушение Минских соглашений делает почти непременным начало военных действий. Начало военных действий ни Европа, ни киевская власть не хочет. Она их боится. Она их справедливо боится. Потому что в случае военных действий опять-таки... А американцы? В случае военных действий Россия никогда не допустит, не может допустить, судя по их заявлениям, поражение Луганска и Донецка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова